Визит заместителя полномочного представителя президента ВЦФО Николая Всиенко в Ивановскую область начался с посещения следственного управления. Здесь на специальном семинаре совещания обсуждался вопрос детской преступности и преступлений в отношении несовершеннолетних. В целом, по Центральному федеральному округу преступлений в отношении детей становится меньше. Наряду с профилактическими мерами, которые должны работать в каждом отдельно взятом регионе, необходимо подкорректировать и законодательную базу. В этом году в уголовный кодекс внесены некоторые изменения. Ранее половозрелость начиналась с 16 лет. По новым правилам этого возраста можно не достигнуть, но при этом быть половозрелым. Когда этот признак стал обязательным, его выявляет экспертиза. Проводится экспертиза и 14-летняя девочка, которая пострадала от насильника, признается половозрелой. В результате нет состава преступления. Именно об этом я сейчас говорил. Вот такие вещи, конечно, такие пробелы в законодательстве мы будем устранять обязательно. Печальная статистика этого года. За 9 месяцев в Уанской области в результате преступлений погибли 6 несовершеннолетних. Серьезной проблемой является невнимательное отношение родителей к своим детям. Большое количество преступлений просто не доходит до следователей. Ребенок не всегда понимает, что в отношении него совершают. Мы сталкивались с тем, что когда ребенок сообщает родителям или близким людям, сначала не воспринимают, считают, что это фантазия. Другая категория преступлений – те, которые совершают сами дети. Количество этих злодеяний сейчас неуклонно растет, причем во всех регионах ЦФО. Все чаще дети совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. Преступления под действием наркотиков происходят куда реже. В нашей области последний случай был зафиксирован в 2010 году. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.